В прямом эфире канала Хабар 24. Выпуск новостей. В студии Иван Тулинов. Здравствуйте. В этом выпуске начнем подводить итоги сегодняшнего дня. Вначале коротко о главном. С 5 июля в Казахстане возвращают масочный режим. Куда не пустят. Без пресловутых средств защиты, рассказали в Минздраве. Железнодорожный квест. Сутки на поезде в 40-градусную жару и без кондиционера. Добраться из Актау в Актобе – настоящее испытание, когда обновят устаревшие вагоны. У казахстанских заключенных появилась возможность не ограничиваться лишь тюремным пайком. О новых технологиях в местах, не столь отдаленных, расскажем в выпуске. Обязательное ношение масок вернут в Казахстане. В стране продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю число инфицированных увеличилось в три раза. На этом фоне в Минздраве решили вернуться к ковидным ограничениям. Когда и куда не пустят без масок и кого вновь ждет удаленка, рассказала главный санврач страны. Минздрав будет введен в обязательном порядке независимо от зоны эпидезначимости, то есть независимо от зеленой, желтой или красной зоны. А масочный режим будет вводиться с 5 июля. Это вот я имею ввиду авиа, ЖД и международные перевозки. А уже внутри региона, в зависимости от того, если регион переходит в желтую зону, то у него уже включается вот этот пакет мероприятий. То есть дистанционка, масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте. По информации санврача, наиболее сложная эпидезиитуация складывается в Алматы и столице. На мегаполисы приходится больше 70% отсуточного прироста инфицированных. За две недели в Нур-Султане пациентов с положительным ПЦР стало в 2,5 раза больше. В 4,5 раза увеличилось количество больных в Алматы. Естественно, каждый случай он расследуется. И по результатам эпидемиологического расследования установлен такой факт, что все заболевшие, даже не все, а 80% заболевших, это лица или не вакцинированные вообще, или те, у кого с момента последней прививки, будь то вакцинация или ревакцинация, прошло больше шести месяцев. То есть вот эти данные эпидемиологии сегодня еще раз подчеркивают об эффективности вакцинации и необходимости вакцинироваться. Тем временем в ряде стран отменяют последние коронавирусные ограничения или регламенты. После пандемии постепенно восстанавливается туристический поток в азиатских и европейских государствах. Однако некоторые препятствия для развития сферы все еще остаются. Например, растущая инфляция и забастовки в авиакомпаниях. Подробнее обо всем в международном обзоре. В России сняли все коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью. В профильном ведомстве объяснили решение стабильной эпид-ситуации и снижением заболеваемости в последние четыре месяца. За это время недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 60 раз. Тем временем в Северной Корее ищут источник распространения коронавируса в стране. Напомню, первый случай инфицирования там зарегистрировали в мае. В том же месяце число заболевших превысило 2 миллиона. При этом власти по большей части называют болезнь не ковидом, а лихорадкой неизвестного происхождения. Южнокорейские эксперты связывали это с отсутствием в стране тест-систем для определения ковида. Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что официальное расследование выявило двух человек, которые заразились коронавирусом в начале вспышки после контакта с неопознанными материалами недалеко от границы с Южной Кореей. При этом в Сеуле отвергли возможность передачи инфекции северному соседу через зараженные предметы. С сегодняшнего дня туристам, желающим посетить Таиланд, больше не нужны ковидная страховка и Таиланд-Пас. Это документ, который разрешает въезд в страну. До июля иностранцам нужно было зарегистрироваться на платформе за два месяца до прибытия. При этом местные власти по-прежнему настоятельно рекомендуют иметь при себе страховой полис. По данным ООН, мировая индустрия туризма за время пандемии потеряла около 2 триллионов долларов. Постепенно сфера восстанавливается. В первом квартале 2022 года количество поездок увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако полное оживление может занять столько же времени, сколько и необычайно сильная эпидемия. Соответствующий прогноз дает агентство Associated Press по итогам интервью, проведенных в 10 странах мира. Есть ряд опасений. Среди них инфляция, проблемы с цепочками поставок, нехватка рабочей силы, забастовки пилотов в аэропортах. Отмечу в Индии, где в 2019 году зафиксировали 11 миллионов туристов. По итогам этого года ожидают в три раза меньше путешественников. В марте бизнес начал понемногу восстанавливаться. И в июне этого года у нас уже было все стабильно. Мы еще не достигли до пандемийных показателей. Но думаю, движемся в правильном направлении. При этом в ряде стран, в частности в США, Франции, Италии и Великобритании, продолжаются забастовки работников авиакомпаний, из-за чего происходит отмена рейсов. На фоне растущей инфляции, пилоты и бортпроводники требуют повысить им заработную плату. Так, национальный французский перевозчик отменил десятую часть рейсов. Вспышка Конго-Крымской геморгической лихорадки зафиксирована в Казалардинской области. За последние два месяца в больнице региона госпитализировали 15 человек. У восьми из них болезнь подтверждена лабораторно. 70 пациентов обратились за медицинской помощью не сразу, поэтому большинство поступили уже в тяжелом состоянии. К слову, очаги обитания иксодовых клещей переносчиков в Конго-Крымской геморгической лихорадки выявлены в 116 населенных пунктах региона. В нынешний эпидсезон ареал их обитания вырос почти на 3%. В состоянии больных стабильно тяжелые. Сейчас в инфекционном отделении Женокурганской района больницы находятся три человека. В областной инфекционной один пациент из Чилийского района. Все инфицированные принимают лечение согласно протоколу. Через 15 дней при отсутствии осложнений больные будут выписаны и взяты на диспансерный учет по месту жительства. В регионе насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конко-крымскую геморрагическую лихорадку. Из года в год количество носителей растет. Если показатель зараженности клещей по республике составляет в среднем 4,2, то в области этот показатель намного выше. Активность клещей наблюдается в мае и июне. Поэтому мы призываем жителей области соблюдать меры предосторожности на поле и рядом с домашними животными. Медработники Кокпектинского района области Абай просят решить их многолетние проблемы. В единственной больнице ни разу не проводили капитальный ремонт, а устаревшие тепловые котлы давно требуют замены. Нет в учреждении и компьютерного томографа. Обо всем этом врачи сообщили главе новой области, который с рабочим визитом побывал в двух районах. С подробностями Аси Мутешева. Кокпектинская районная больница построена 12 лет назад в рамках программы «100 школ, 100 больниц». За это время инженерные коммуникации учреждений устарели и пришли в негодность. Капитального ремонта требует и котельная. Каждый год мы своими силами проводим текущие. На котлах меняем батареи. Теплотрасса очень плачевная, вы сами видите. Теперь в данное время нам бы заменить три котла. На замену котлов требуется 37 миллионов тенге. Уже готова проектно-сметная документация. Однако в управлении здравоохранения ее до сих пор не утвердили. Необходим больницы и аппарат для гемодиализа. В районе с искусственной почкой семь человек. Одному из них еженедельно приходится ездить в город на переливание крови. Просят врачи компьютерный томограф. За пять месяцев, говорят они, потеряли пять пациентов, попавших в аварию. Мы же находимся на магистрале больших дорог. От нас проходит именно Ахжар, Тарбагатай, Зайсан. За последние пять месяцев у нас зарегистрированы были смертные случаи. Именно от поли травмы не могли спасти пациента. Поэтому хотелось бы приобрести компьютерный томограф. А в новом Ахсуатском районе девять медицинских пунктов и вовсе не подлежат капитальному ремонту, так как были построены из саманного кирпича. Не хватает в районном центре и ученических мест. Отделившемуся от Восточно-Казахстанской области Ахсуату, необходима еще одна школа. По проекту наша школа рассчитана на 680 мест. Однако сегодня в ней обучается 900 детей в две смены. Кабинетов не хватает. Поэтому нашему селу необходима еще одна школа. Для того, чтобы построить школу, надо, естественно, сперва техно-экономическое восстановление. Надо проект на сменную документацию делать. Естественно, потом будем строить. Конечно, если так необходимо висеть, мы обязательно этим вопросом займемся. Акимам району были даны соответствующие поручения, в соответствии с запросами жителей района. Будем работать. К слову, жителям двух районов, вошедших в состав новой области, представили Акимов. В Кокпектинском районе им стал для добеку разбаев. В Аксуатском свои полномочия продолжат исполнять действующий Аким Асхат Смаилов. Асимутешева, Берег Жобалайлы, Хабар, 24, область Абай. Добраться из Актау до Актобе на поезде – настоящее испытание. 40-градусную жару в купе и плацкарте людям приходится переносить без кондиционеров. Пассажиры страдают от неприятных запахов в старых вагонах. На жалобы откликнули специалисты инспекции транспортного контроля. Рейдовые мероприятия прошли с участием нашей съемочной группы. Пассажиры поезда сообщения «Магистал Актобе» жалуются на сервис без кондиционера. В вагонах 30-градусная жара, приходится открывать все окна. Из-за пыли забивается система сигнализации. Эти вагоны старше меня, их состояние ужасное. Вы видели уборную, полная антисанитария. И такая ситуация в каждом вагоне. У нас в вагонах, как видите, ни кондиционера, ничего, жара на улице, почти 40 градусов невозможно. Ни холодильников нет, с собой берем, что-нибудь попить, что-нибудь даже поесть, она портится. Именно данный маршрут, данный маршрут Актобе, Мангстал-Мангстал-Актобе, это очень ужасно. Я уже езжу здесь более, наверное, 10 лет. Мы специально взяли билеты на купейный вагон. Но условий нет, духота. С детьми тут невозможно больше суток находиться. Как быть сердечником? Нерабочий кипятильник. Просроченные медикаменты в аптечке. Вагоны буквально расходятся по швам. Им больше 20 лет, рассказывают проводники. В ходе проверки мы выявили 10 нарушений. Это вышедшие из строя противопожарные оборудования, нерабочие датчики. Это уже восьмая проверка этого маршрута. И частая проблема – отсутствие съемного инвентаря и другие нарушения. Перевозчик будет привлечен к административной ответственности согласно части 4 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях. Много жалоб на повышенный температурный режим. Для обновления железнодорожного парка необходима господдержка, говорит учредитель компании-перевозчика. У нас специальная государственная поддержка. Все обновляют парк своих вагонов не за свои деньги. Они берут эти деньги из надфонда. Спасники это не могут делать. Для частных операций эта программа недоступна. Мы точно так же регулируемся кремом. Точно так же у нас регулируемые тарифы. Мы не можем просто так сказать повысить, понизить тариф. Эта госпрограмма, которая сейчас действует для ООО пассажирской перевозки, была распространена на частников. Сейчас по маршруту Магистала к Тубе-Магистал курсирует три частных железнодорожных состава. В ближайшие три года их планируют обновить. Закупить 40 вагонов. А для этого необходимо больше 23 миллиардов тенге. Динара Нургалиева, Салам Адбекпаев, Магисталская область, Хабар, 24. Убытки терпят международные грузоперевозчики в Костанайской области. В транспортных компаниях это связывает с искусственными барьерами. Обострение ситуации началось весной, когда из-за санкций российские предприниматели из сферы логистики массово направились в приграничные регионы Казахстана, где они регистрируют фирмы и продолжают работать. В результате отечественным перевозчикам стало не хватать разрешительных бланков на въезд грузового транспорта в Евросоюз. По мнению перевозчиков, выдача двусторонних разрешений на проезд через территорию иностранного государства процедура непрозрачная. При этом, по данным Инспекции транспортного контроля, аренда или покупка казахстанских машин позволяет российским грузоперевозчикам работать вполне легально. И число таких предпринимателей ежегодно растет. В области за 7 лет их число увеличилось с 16 до 130, повлиять на ситуацию на местном уровне. Никто не может к решению проблемы, которая требует законодательного регулирования, подключились транспортная прокуратура и палата предпринимателей. Может, методику нужно поменять на сегодняшний день, чтобы не загубить эту отрасль? У нас грузоперевозки идут после промышленности по объемам. Мы сейчас загубим направление экономической деятельности, восстанавливать будет тяжело. Может быть, надо отменить эти правила выдачи дозволов или изменить их к коренным отношениям? В Алматы сносят 12-этажный многоквартирный дом. Законность застройки провели после жалоб жителей. В результате выявлены грубые нарушения. В первую очередь правил землеустройства и градостроительства. Специалисты управления контроля вынесли заключение о приостановлении строительства и подали исковое заявление в суд, который вынес решение снести здание. Насгульбушан продолжит тему. Незаконную постройку специалисты управления градостроительного контроля Алматы выявили в прошлом году в микрорайоне Шогола. Это район новостроек. Одна часть – большой густонаселенный многоэтажный сектор, другая представляет индивидуальные домовладения. Именно здесь, по адресу Байтеля-Батр-24, застройщик приобрел несколько участков и решил построить высотный дом в 12 этажей. И невзирая на протесты соседей, строительство началось весьма бодрыми темпами. На основании обращений жителей микрорайона Шогола проведена внеплановая проверка в отношении собственника объекта ТО «Арттехнос». В результате установлено, что с собственником данный объект начато без разрешительных документов, без архитектурно-планировочных заданий, без согласованного эскизного проекта, а также без проектно-сметной документации. Кроме того, застройщик не уведомил органы градостроительного контроля о начале строительства, что тоже является нарушением действующего законодательства. Возможность частнику упорядочить документы дали, предоставили месячный срок. Однако повторная проверка показала, что предписание он проигнорировал, необходимое разрешение не оформил, поэтому материал был передан в суд. 9 декабря прошлого года специализированным Межрайонным экономическим судом вынесено решение о сносе этой самовольной постройки. 6 мая 2022 года в департамент института города Алматы поступил исполнительный документ о сносе самовольной постройки. В ходе исполнения нами должнику вручено уведомление для добровольного исполнения, то есть для сноса объекта. В указанный срок должник не снес самовольную постройку, в связи с чем в настоящее время нам и производится принудительность у нас. В целом по Алматы это далеко не первый случай, когда суд удовлетворяет иски управления градостроительного контроля о сносе некачественных или незаконных объектов. К примеру, только за прошлый год в городе было снесено 18 подобных строений. Назгульбошан, Сержант Жумабаев, Хабар, 24, Алматы. О количестве погибших отпыток в результате январьских событий в Казахстане высказалась уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова. По ее словам, в марте было сообщение о восьми погибших. Из них генпрокуратура во время недавнего брифинга подтвердила, что шесть человек – это погибшие в результате применения к ним незаконных процессуальных методов. Это соответствует информации, которую правозащитники получили от общественников и независимых участников. Напомню, ранее представители генпрокуратуры рассказали, что во время пыток сотрудники органов использовали раскаленный утюг, а также избивали подозреваемых. Кроме того, омбудсмен ответила, сколько человек признаны потерпевшими от пыток после январьских событий. Это не будет окончательной цифрой, потому что параллельно по ходу заявлений появляется больше. То есть, если это было в начале января, допустим, где-то в середине января у нас было где-то до 10 уголовных дел, в последующем это число дошло до 100, сейчас больше. Поэтому по ходу процесса эта цифра постоянно меняется. И здесь невозможно говорить об окончательной цифре. Одной из причин гибели тюлени на Каспии стало истощение. Зима в регионе была теплой. Это негативно сказалось на ледосоставе и его жестком покрове. Об этом сообщили в Министерстве экологии. Из-за сильных ветров наблюдался отрыв льда и тюлени. Вместе с щенками попали в открытое море. Поэтому между самкой и детенышами потерялась связь. Как результат, щенки погибли от истощения. К такому заключению пришли специалисты в результате визуального осмотра и исследования клыков мертвых животных. При этом точные причины гибели тюлени пока определить не удалось. Все они были в состоянии сильного разложения. Эксперты также обнаружили на скелете животных механические повреждения. Предполагается, что ранения нанесли незаконными орудиями лова или рыболовными сетями. Ведомстве отмечают, что углубительные работы в районе Кашаган не могут быть причиной гибели животных. Напомню, с начала года на Каспии нашли больше 200 мертвых тюленей. В Петропавловске дали старт благотворительной акции «Добрые лапы». Организовали ее общественники в рамках национального проекта «Бргемос Айала». В чем заключается его цель, расскажет Кристина Юсичева. Приют для животных «Белый бим» переполнен. Сейчас здесь живут почти 500 собак. Большинство из них стали ненужными своим хозяевам во время переезда из частного сектора в многоэтажки. Не позаботившись о своих питомцах, горожане просто бросили их на произвол судьбы. Пес Илюша – один из тех, кого бросили хозяева. Его нашли прошлой зимой в сугробе в одном из микрорайонов Петропавловска. Как говорят представители приюта, собака, скорее всего, бы на улице погибла. Чтобы содержать и прокормить собак, приюту нужно минимум 2 миллиона тенге в месяц. Положение не из легких, рассказывает его директор Екатерина Королева. «Мы полностью на благотворительной основе. То есть то, что граждане нашего города скидывают, помощь, с этого мы и содержим. Очень тяжело сейчас. Те годы было проще, мы и строились, хватало и на вакцинацию. Сейчас столько питания и только зарплата работников. Мы больше ничего позволить не можем. Сейчас даже на оплату клиник, на сервизацию средств вообще нет». Чтобы оказать помощь животным, общественники города решили поучаствовать в общенациональном проекте «Бергемес Айала». «Суть данного проекта – компании-переработчики, сборщики принимают электронные отходы, пластик, картон, бумагу и все вырученные средства идут в приют «Белый Бим». Мы хотим привлечь внимание людей в ближайшее отношение к животным, а также помочь приюту «Белым Бим». Эта акция будет распространяться не только в городе Петропавловске, а в Алматы, Шимкент, Нур-Султан будут тоже запускаться подобные акции. Организаторы надеются, что неравнодушные люди примут активное участие в акции. В знак сотрудничества компании-переработчики и сборщики вторсырья заключили с руководством приюта «Меморандум». Кристина Юсичева, Толегин Иманов, Петропавловск, Хабар-24. Больше шести тысяч раз заключенные Костаная и Шимкента воспользовались услугой интернет-магазина. Новые технологии до мест лишения свободы добрались год назад. Теперь не надо месяцами ждать передачи и свиданий с родственниками. Сервис позволяет заключенным устраивать читмил хоть каждый день. Подробности в материале Анель Едель-КЗ. Тимирхан Алдамбергенов на собственном, хоть и печальном опыте, знает, что в местах не столь отдаленных заключенных лишают не только свободы, но и гастрономических излишеств. Говорит, чтобы получить посылку с ограниченным набором продуктов, его супруге приходилось весь день простаивать в очереди. Тогда-то у него и появилась идея основать интернет-магазин. Конечно, запустить проект он смог только после освобождения. Я как бывший обыватель, находясь там, там супруга как близкий родственник, близкий человек, тот человек, который передает, она сама это прекрасно понимает, сколько времени, сил уходит на закуп всех товаров, та же очередь и так далее. То есть весь день уходит, чтобы передать одну передачу. Сейчас с внедрением этого сервиса 5 минут с любой точки Казахстана и мира, так скажем, очень много у нас клиентов с других стран, которые хотят, допустим, передать передачу своим родственникам, соседним друзьям, одноклассникам с других стран. Нет возможности сюда приехать. Для них этот сервис, конечно, вообще очень удобен. Зашли, заказали все, что им нужно. Я хотел заказать себе, то есть лаваш, и чикен, и напитки. Заказать продукты на сайте заключенные могут и самостоятельно. В следственных изоляторах и исправительных колониях установлены специальные терминалы. У каждого заказчика есть учетная запись. Чаще всего осужденные заказывают фастфуд. Гамбургеры, суши и пиццу им доставляют прямо из ресторанов мегаполиса. Я терминал использую в течение месяца примерно. Заказываю сигареты, лаваш, напитки. И, допустим, необходимые, как мыло, шампунь, такие вещи себе. Самца, лепешка. Удобно, допустим, сегодня заказали, они завтра это приносят к нам в свежем виде. Хорошо, быстро. В принципе, я могу родственников попросить, чтобы они мне на съеданку принести. Но съеданка приходит у нас 3 месяца, 4 месяца один раз по закону. А это безлимитно. Я здесь в учреждении работаю, числюсь разнорабочим. Я на окладе. То есть мне каждый месяц закрывают оклад, бухгалтерия. И с этого счета, если я заказываю с этого счета, вот она уплачивается, минсуется. Каждый курьер обязан иметь при себе доверенность от компании. На территории учреждения они проходят без очереди. А уже здесь заказная посылка проходит тщательную проверку. Сначала через рентген, а после досмотр проводят сотрудники правоохранительных органов. И только потом, при отсутствии запрещенных предметов, ее передают заказчику. Сервис отличается минимальным контактом между покупателем и заказчиком. Посылки упаковывают и запечатывают на складе. То есть курьер даже не видит содержимое. Стало быть, передать запрещенные вещества, например, наркотики, невозможно. У нас заключен меморандум о взаимопонимании с учреждениями, с департаментом, где четко прописано, что вся ответственность берется на нас в случае проноса запрещенных каких-то предметов. Но опять же, смотрите, родственники, когда передают что-то, друзья, либо соседи, знакомые, либо когда передают, либо когда передает наш магазин. То есть, когда родственники передают, это все делается через сайт, у них нет доступа к посылке, у них нет доступа к курьеру, так скажем. То есть, все онлайн, никто никого не видит, никто никого не слышит, никто никого не знает. Один человек, курьер, заносит в день 20-30 посылок. Все запаковано, ну, с магазина все запаковано, естественно, все упаковано, запечатано и так далее. То есть, риск в том, что пронос каких-то запрещенных предметов, он абсолютно ноль. Разработчик продумал все до мелочей. И даже то, чем осужденным развлечь себя на досуге. Помимо фастфуда, теплой одежды и выпечки, на сайте можно заказать настольные игры, нарды, шашки и домино. Стоимость варьируется от 2 до 4,5 тысяч тенге. Идет цифровизация в нашей системе, в системе во всем целом МВД. Это для простых граждан, как же для наших осужденных, цифровизация нужна. Это все упрощает работу. Когда вот обычный магазин был, в обычном магазине, чтобы написать одно заявление, один осужденный ходит, выясняет, сколько у него денег. Потом ходит к другому сотруднику. Это все как бы больше отнимает времени. А тут интернет-магазин. Он пошел в этот терминал, в терминале зарегистрировался. Это автоматически происходит. Это все связано, все с сетью. Он там зарегистрировался, у него выходит сколько денег. Сейчас интернет-магазин Тимирхан Алдамбергенова работает в двух регионах. Он охватывает 8 колоний. В планах кампании дальнейшее развитие проекта и выход на другие области и города. В глобальной перспективе предприниматель планирует охватить все тюрьмы Казахстана. Анель Едельхазыр Стамбеку Спанов, Хабар 24. Практические советы от лучших. Столичные школьники сегодня стали участниками мастер-класса от чемпионов по ММА, боксу, художественной гимнастике и шахматам. В таком формате встреча прошла впервые. Титулованные спортсмены показали свои коронные приемы и упражнения, а самые смелые попробовали их повторить. ММА-бокс, художественная гимнастика и даже шахматы в Центре творчества и науке были сегодня праздник. С учениками встретились чемпионы мира сразу по четырем видам спорта. Для юной шахматистки Каусар и СТМР это не просто встреча, а возможность научиться секретам мастерства. Я узнала, что если будет в одной дороге две пешки, это плохо. И если это будет на том месте, где блокировка короля, тогда король останется, ну, будет сделать ему легко шахмат. Конечно, за несколько часов передать все свои навыки нереально, но то, что у школьников появилась возможность пообщаться с теми, кто достиг высоких результатов в спорте, безусловно, хороший опыт отмечают в столичном управлении образования. По принципу шаговой доступности был открыт филиал Дворца школьников имени Аль-Фараби. Здесь будут заниматься более тысячи детей. Основная цель – это мотивировать к спортивным видам спорта. Сразу после мастер-классов дети смогли задать чемпионам интересующих вопросы. Именитые гости рассказали о том, как пришли в спорт и дали советы подрастающему поколению. В завершении встречи ученики Центра творчества и науки Белемпарк сфотографировались со спортсменами, а также получили на память автографы. Айшер Накипов, Дархан Кунтуф, Хабар-24. Сразу после рекламы эфир канала Хабар-24 продолжит программа интервью. Вице-министр здравоохранения и главный санврач Казахстана Айжан Есмагометова расскажет о текущей эпид-ситуации в стране. Оставайтесь с нами. Будет информативно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова